еще на что я обратил внимание это на их специфическое произнесение произношение слова цезарь она во всех языках конечно произносится по-разному но тут они прям говорят шиза вам не слышится это прям каждый раз при упоминании цели они говорят шиза шиза вы меня конечно извините я я уже шутил эту плоскую шутку при первом появлении вам она там внутри прячется и вам и нам это просто это мое чувство юмора но такое если если бы я писал джоджо я бы не сдержался если бы ввел персонажа с именем вам персонажа с именем нам это обязательно было бы просто матка у меня щеки заболели прошлой серии кстати был еще один популярный мем я ждал этого 4 нет 5000 лет да я обратил на эту фразу внимание но опять же мема конкретно с этим не видел и с произнесением имени цезаря тоже связан мем который будет прямо в этой серии ничего себе буду ждать это этот крик мемный да я думаю что он ну если он действительно умер судя по всему так оно и есть это во первых повторяет схему первой истории когда там ближе к кульминации тоже умирает цепили только его дед здесь примерно в той же точке повествования умирает его внук цезарь шиза а во вторых больше эмоций вызывает смерть шизы чем его деда деда не было особо жалко я вам признаюсь в этом там скорее было просто удивление небольшое потому что я думал что цепилин останется чуть подольше в сюжете а вот у цезаря была своя история эмоциональная его более-менее раскрыли у него более неоднозначные спорные отношения с джостером и это цепляет сильнее не знаю как вас мне грустненько от смерти шизы печально печально я тоже если честно думал что он чуть дольше протянет и что он победит вам было бы круто если бы хотя бы одного босса победил не джоджу не главный герой но с другой стороны смерти друга с которым он не успел нормально попрощаться и более того они пострались и подрались в их последнюю встречу мотивирует его еще сильнее победить вам неплохо неплохо мне нравится хорошая деталь либо этот крик мемны одно из двух даже эндинга не было прикиньте даже эндинга не было в этой серии и правильно в этой серии как бы сильно мне не нравился эндинг я считаю правильным что здесь его не вставили что вместо этого всю финальную сцену играла еще итальянская опера и этот цвет этот стиль очень красиво это пожалуй пока что самая трогательная и самая красивая смерть в в этом аниме прям достойно слушать мне понравилась серия потрясающе сейчас я только дайте мне минутку немного прибраться я доел чипсон и они были вкусные сейчас допью пивкой и продолжим в новелле про отца джозефа у карса есть стенд причем самый имповый во франшизе но это не канон субтитры вниз ушли ну я на полный экран не делал кстати сейчас не знаю не должны были не он чуть позже тимур выпил таблетки шиза умерла да в чипсах были таблетки просто подмешаны поэтому шизы больше нет к сожалению этот крик да ну он был очень эмоциональный и в тему ну вот я вернулся как я понимаю цезарь уже умер да ты все пропустил ты все пропустил я тут такую такой монолог вот такую такую речь выдал по поводу смерти цезаря повторять ее конечно же не буду поэтому ты можешь посмотреть ее завтра в записи на бусти бесплатно подписывайся там есть бесплатная подписка то можно быть типа нажать отслеживать и смотреть записи всех моих стримов у меня там всего один неактивный подписчик поэтому я буду рад эти кто-нибудь из вас туда хотя бы заглянет так это была 20 серия теперь последняя на сегодня 21 что-то сегодня я очень быстро доел чипсы наверное потому что они были настолько вкусные обычные где-то на середине третьей серии заканчивал пачку но в этот раз получилось даже в конце 2 вот что бешпармак делает кстати по моему если я не ошибаюсь это было первое уры во втором сезоне ну во второй арке по моему до этого в этой истории никто этот клич не произносила я по нему даже скучал немного вот ей вообще нормально хотите в полу темном помещении в темных очках потому что я ношу иногда темные линзы это ни хера не видно вообще в темных местах даже в более менее светлых местах тоже может быть ничего не видно но ради крутизны наверное она этим жертвует просто представьте если среди этой толпы вампиров окажется один дио как бы это было круто как это было внезапно и неожиданно интересно очень интересно я уверен что этот бой не закончится за 10 минут скорее всего он продолжится в следующей серии которую я буду смотреть неизвестно когда ну понятное дело что уже в июле но не факт что на следующей неделе но мне очень интересно она год же сатору почему чего-то это взял или это еще раскроется я пока не улавливаю я вообще уже забыл про этого мужика кто это такой просто какой-то ноунейм выпавший на большую часть сюжета и хихихи которого он просто тащит на себе куда-то не помню что это один из учителей вроде как но кому кому он интересен да такая-то такая как говорится спидвагон это спидвагон я обращу ваше внимание на то что за весь сегодняшний стрим на котором я уже досматриваю последнюю серию а это между прочим стрим нищих спидвагонов я вам напоминаю ни разу не было упомянуто имя великого спидвагона и то даже сейчас это я его произнес а не кто-то из персонажей я считаю это большой потери спасибо я нуждался в этом мы все нуждались в этом вот теперь этот стрим можно считать удавшимся если бы джонатан сейчас не произнес это великое имя но не полноценным был бы стрим я надеюсь вы все меня понимаете но он это сделал он оправдал название что-то я буквально только сегодня нарезал свои реакции с того стрима на котором я смотрел последние серии первой арки и я там задавался вопросом а что же это за ребенок я сначала думал что джонатан этот ребенок когда начал уже эту арку смотреть потом я когда понял что он является родным внуком джостера как его джозефа короче вы поняли предыдущего главного героя все еще не понимал а кто тогда тот ребенок молодец которого с корабля спасли оказывается это был я бы никогда не 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 предположил бы что эта женщина что эта девочка была я был уверен что это парень и ожидал что это быть какой-то мужик гадал а это оказывается было это этот это жестко это прям твист это твистяра это это поворот вот это поворот вот это я за голову схватился сейчас это было неожиданно и круто если так подумать имя спидвагона хотя бы единожды произносится в каждой части кроме девятой которая только начала выходить ну оно и правильно ну на нем все держится спидвагон это фундамент на котором строится весь джодж понимаешь без него невозможно вообще даже продолжать его конечно может не быть в сюжете потому что все-таки он обычный человек он не является бессмертным понятное дело что он умер он уже здесь очень стар но не упоминать его не вспоминать не отсылаться на него это невозможно абсолютно для джоджа я считаю насчет 5 не уверен но по моему в начале было скоро его постоянно его фонд будут упоминать да и помогать джостерам ну и правильно вот это поворот как пучков сказал по моему это не пучкова фраза вот это поворот это какой-то мем старый видос мемный на ютубе где какой-то чувак говорит вот это поворот что-то очень старая . малан да но это круто это круто вот наверное за весь просмотр джоджо это первый раз когда я действительно удивился это сказал м-найт я малан в робоцепе а да да там вспомнил да 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 и по моему да это озвучивал гоблин там было вот это поворот нормально да молодцы вспомнили хотя я был уверен что вы эти времена то уже не не застали милфа как оказалось как цунадо кстати который тоже 50 потому что типа это рим поняли это италия рим колизей и как битва гладиаторов отсылки на отсылках и снова без эндинга но вот тут то могли его уже вставить я понимаю в предыдущей серии был очень трогательный момент и возможно эндинг бы его немножко смазал мой здесь он бы вписался идеально получается что за весь сегодняшний стрим я всего лишь один раз потанцевал под лог обаут ну это маловат кстати насчет этого я когда сегодня монтировал нарезки с реакции на джоджу я напоминаю что можно посмотреть это на моем ю тубе я помимо того что собираюсь нарезать отдельно все свои реакции на спидвагон задумался что если нарезать все свои танцы под лог обаут под эндинг вы бы стали такое смотреть или это уже слишком я вот об этом задумался напишите пожалуйста мне интересно я много чего застал и просто знаю о других уст а я знаю из первых уст потому что эти все старые видосы в мое время выходили я их смотрел тогда когда они были еще актуальны представляешь хорошая идея ты как бы одно дело час написать на другое дело если я реально это сделаю это будет кринж максимальной степени ты уверен что ты будешь это смотреть я даже не знаю куда я это буду выкладывать потому что очевидно на youtube невозможно будет из-за прав остается тик ток тогда тоже не факт ну окей я возьму на заметку может быть попробую о кстати хорошая идея ну а будет ругать ну авторские права да понятное дело на youtube это не выложу ну может быть может быть в тик токе получится если нет на крайний случай могу просто в дискорд скинуть видосом просто файлом но он ли фанс ну нет до такого я еще не дошел если это еще слишком далеко от меня я пока не готов к этому если я даже не могу заставить никого подписаться на мой блин пусти обычный то он ли фанс и подавно будет у меня пустовать и потому что вряд ли кто-то захочет смотреть на мою очку уж извините да в принципе все стрим кстати долги получился целых два часа это редкость в целом серии очень интересные мне понравилось эпично и очень интригующий напоминаю что у меня сегодня вышла нарезка реакции на джорджа завтра выйдет нарезка еще одна и они каждый день теперь будут выходить будет много контента еще на тик ток буду снимать много чего запись этого стрима завтра появится на бусте бесплатно максим напоминаю тебе что ты можешь просто так посмотреть эту и любые другие записи моих стримов на бусти джозеф будет и в 3 серьезно джозеф будет и в 3 части тоже про него целых две части будет нифига себе вот это вот это да вот это элита он что особенный